В шашечных партиях комбинации не редкость, но когда один из соперников проводит комбинацию, а в ответ его оппонент проводит контркомбинацию и побеждает, это всегда красиво. Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня мы с вами рассмотрим несколько партий и фрагментов партий из творчества международного гроссмейстера Евгения Кондраченко, в котором он опровергал комбинацию своих соперников красивыми контркомбинациями, как я называю кондорудар. Друзья, рассмотрим партию Кондраченко-Худой Назаров, сыгранную на гамблере в 2022 году. ЕФ4, ДЕ5, обязательные ходы, и черные бьют на Ц5. У черных есть разрыв по флангам, то есть неудачно расположена шашка Ц5, и белые приступают к атаке ослабленного правого фланга черных. Черные размениваются, и белые продолжают атаку. Черные играют ФЕ7, белые атакуют правый фланг черных. Ну и здесь Рамазон правильно сыграл БЦ7. БЦ5 нельзя играть, потому что белые заходят в любки АБ6. Ну и видите, ЦБ4 нельзя из-за банального ЖР4, и мы выиграем две шашки. Закрываться нельзя из-за простого БЦ3, и белые остаются с лишней шашкой. Поэтому черным остается играть только ЦД4. Ну и здесь белые могут провести сразу два разгромных удара под названием присоска. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти комбинацию за белых. Можно выиграть ходом БЦ3, ну и как бы черные не били, они проигрывают. То есть если бить сюда, то белые бьют на Ц3, и затем играют ЦД4. И либо попадают в дамки, либо остаются с лишними шашками. Ну в этой позиции можно выиграть и другим образом. То есть сыграть ФЕ3, ну и как бы черные не побили, все равно белые остаются с лишней шашкой. То есть если черные бьют сюда, тогда проводим вот такую комбинацию с выигрышем. Если же черные бьют на поле Ц5, тогда играем вот таким образом. Ну и такой своеобразный тычок получается с выигрышем. Данный способ выигрыша указан украинским шашистом Валерием Гребенкиным. Поэтому Армазон верно ответил БЦ7. Белые играют БЦ3, и черные размениваются назад, пытаются немножко уменьшить их переразвитие. То есть видите, у черных центр, но их центр рыхлый, плюс у черных застряла шашка на поле H8. Белые продолжают развивать свой сильный левый фланг, черные подтягивают свои шашки ближе к центру. Белые окружают, прошу прощения, ДЦ7, белые окружают позицию черных. Ну и так постепенно черные попали в очень плохое положение. Не знаю, честно говоря, как тут уже играть. Очень плохая позиция. Черные пошли ЖФ4. Белые ответили ЖХ4. Точный ход. Ну и в ответ на ход БЦ5 белые сыграли ФЖ3. Черные сыграли СД4, и белые сыграли ЖФ2. Черные увидели, что здесь могут провести симпатичную такую комбинацию интересную. То есть они отдали одну шашку, затем еще две, и затем зашли в любки. Ну и кажется, что белым пора сдаваться. То есть как играть непонятно, но Евгений нашел здесь красивую контр-комбинацию. Кондор-удар. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти контр-удар за белых. Белые играют АБ6. Ну и какую бы сторону черные не побили, белые выигрывают. То есть если черные бьют шашкой Е3 на поле А7, то белые просто размениваются на поле С5 и остаются с лишней шашкой. Если черные бьют шашкой С7 на поле Е5, то после всех разменов белые остаются с лишней шашкой. Если же черные бьют на поле Ж1, тогда белые бьют в дамки. Ну и друзья, видите, на поле С5 нельзя бить из-за того, что белые пожертвуют дамку, поставят рожон. Если же черные бьют на поле А7, тогда их дамка тут же ловится. То есть белые играют БЦ5. Ну и как бы черные не били, они здесь быстро проигрывают. То есть дамка оказывается в западне. Вот так Евгений выиграл своего сильного соперника. Следующая позиция взята из анализа, который проводил Евгений. В этой позиции можете поставить видео на паузу и попытаться оценить последствия хода. Можно ли, друзья, играть Е4? Попытайтесь оценить последствия этого хода. Кажется, что после Е4 черные сыграют ФЖ5. Ну и как бы белые не били, черные окажутся на поле С1. То есть белые проиграют. Но все-таки оценив все последствия, белые играют Е4. Ну черные тут же проводят комбинацию. И неожиданно выясняется, что белые здесь все-таки побеждают. То есть бьем именно шашкой H4 на поле B6. Теперь черные вынуждены бить на поле С1. И здесь белые играют GH2. То есть делают выжидательный ход и построили под ударную цепь. Видите? То есть отдаем одну шашку и забираем две шашки и дамку соперника. И выясняется, что у белых лишняя шашка. Они празднуют победу. Следующий фрагмент из партии Кондраченко-Толчиков из чемпионата Гомельской области 1999 года. Ход черных. У черных есть три варианта для игры. Во-первых, проигрывает позиционная игра. Если черные просто сыграют ФЖ5, тогда белые играют СБ2. Черные ФЕ7, белые ЕД2, черные ЖФ6 и белые играют GH2. У черных остается единственный ход ЕД6 и белые красиво побеждают. Они жертвуют шашку и нападают ходом СБ4. Создается так называемый цукцванг. Черным остается только сдаться. Не спасает в этой позиции черных и такая комбинация. ХЖ5, СД6 и БЦ7. Черные вроде бы прорываются на преддамочное поле, но у белых слишком много шашек и они побеждают. ФЖ3, надо ставить дамку. Теперь белые играют ЖФ4. Ну и в ответ на постановку дамки играют GH2. То есть они построили петлю для поимки дамки. Ну и если черные отходят, допустим, на поле А5, тогда их дамка все равно ловится. То есть отдаем одну шашку, затем еще две. И белые побеждают за счет лишней шашки. Черные рассчитали последствия всего этого и провели по этому другую комбинацию. Отдали одну шашку, затем вторую, затем еще две. И побили на поле Е5. Белые обязаны бить на поле С7. И черные красиво забирают четыре шашки. Вроде бы кажется, позиция ничейная, но белые предусмотрели небольшой, но симпатичный кондор-удар. Белые играют GH2. Затем ФЖ3. И легко побеждают. Ну и наконец, самое красивое. Это партия Кондраченко-Никифоров из Блица на Гамблере в 2011 году. Жеребьевка дебюта летающая шашка. Белая шашка Д2 летит на поле А5. У белых, видите, ощущается недостаток шашек в центре. Поэтому им надо играть СБ4. Пытаясь разменяться назад. Но СД4 не очень хорошо играть, потому что черные разменяются в центр, разовьют свою отсталую шашку. Ну и будут владеть преимуществом. Поэтому играем СБ4. Чтобы не допустить размена, черные играют БЦ5. Ну и здесь белым лучше всего играть ЖФ4. В одной из партий Евгения с Николаем Стручковым, очень сильным якутским шашистом. По-моему, в 2010 году они играли. Белые сыграли БЦ3. Белыми играл Николай, черными Евгений. И Евгений точно сыграл АЖ5. Белые сыграли АБ2. И черные здесь ушли на фланг. Белые атакуют фланг черных. И черные играют ФЕ5. И здесь Николай правильно побил на поле С5. А в эту сторону бить было нельзя. Потому что белые здесь очень красиво проигрывали. То есть после размена белым надо меняться. Развивать свой правый фланг. Ну черные просто подтягивают шашки в центр. Развивают отсталую шашку АЖ8. Грозят атаковать ослабленный правый фланг белых. Поэтому белым надо уходить на борт. И здесь черные играют ЕФ6. Белые играют БЦ3. И черные осуществляют так называемый самозажим своего правого фланга. Этот прием бывает очень полезен в некоторых позициях. Например, как это. Белые жертвуют шашку. И играют ДЕ3. То есть белые хотят следующим ходом, несмотря на лишнюю шашку, выиграть. То есть они хотят связать ходом СД4. СД4 правый фланг черных. И несмотря на отсутствующую шашку, у них будет выигранное положение. Поэтому черные играют ФЕ5. Видите, ДЕ3 нельзя играть. ЕД4 вернее. Из-за того, что черные сыграют ДЕ5 и отыграют шашку. У них шашка лишняя, поэтому они здесь выиграют. Поэтому белым приходится меняться назад. Теперь черные уводят лишнюю шашку на борт. И белые продолжают свой план. ДЦ3, ДЕ7, СД4, ЕФ6, ЕД2, ДЕ5, ДЦ3. Кажется, что план белых победил. Черным остается только сложить оружие. Но здесь у черных есть очень красивая комбинация. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти ее. Сейчас разверну вам доску для удобства. Поставьте видео на паузу. И не двигая шашки, попытайтесь найти выигрывающую комбинацию за черных. Впервые эта комбинация была осуществлена шашистом Лисенко еще в далеком 1929 году. Черные играют СД6, жертвуют одну шашку. Затем играют ФЕ7, жертвуют еще одну шашку. И проводят вот такой симпатичный удар, комбинацию. То есть попадаем в дамки и продолжаем бить уже как дамка. Получается даже двойная комбинация. То есть первый удар и еще второй удар. Очень красиво. Но вернемся к партии. Евгений, играющий белыми против Дмитрия Никифорова, верно отвечает GF4. Черные играют ФЕ5, атакуют правый фланг белых. Белые закрываются. Черные играют GF6. Ну и здесь можно играть либо БЦ3, либо ЦД2. Более интересный ход на игру, так скажем. Черные играют HG7 и белые играют БЦ3. Ну и в партии черные ошиблись. То есть они подумали, что выигрывают. На самом деле в этой позиции уже надо было меняться вот таким образом. В принципе с более приятной игрой у черных. Черные же решили, что побеждают. И сыграли АБ6. Ну действительно кажется, что после хода GH2 черные играют БА7. Ну и белым практически некуда ходить. Можно сдаться. Но здесь белые неожиданно побеждают. Они играют АБ2. И здесь уже у черных единственный ход. ЦД4. Ну естественно ФГ5 нельзя из-за GH4. И белые попадут в дамки ЕД4 нельзя из-за банального ФГ5. И белые останутся с лишней шашкой. То есть у черных остался единственный ход. ЦД4. Ну кажется все равно, что у белых очень плохая позиция. Но белые здесь побеждают. То есть размениваемся таким образом. И выясняется, что у черных единственный ход. То есть надо проводить комбинацию, связанную с ходом ФГ5. Ход ФЕ5 здесь уже проигрывают шашку. Из-за стандартного приема, который полезно запомнить. То есть играем АЖ5. Ну и после всех разменов белые остаются с лишней шашкой. Поэтому черные здесь провели комбинацию. Они сыграли ФГ5. Белым надо бить именно на поле АЖ8. Ну кажется, что черные выигрывают. То есть делают выжидательный ход АБ6. И затем ловят дамку белых. То есть черные провели комбинацию. Ну естественно в эту сторону бить плохо. Потому что белые сыграют ДЦ3. Затем ЦД4. Ну и дамка черных будет поймана. Им придется сдаться. Поэтому черные бьют именно на поле С1. Но это знаменитая концовка чемпиона мира Исера Купермана. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за белых. То есть белые здесь выигрывают. Они играют. Так, прошу прощения. Шашка на А7. Белые здесь выигрывают. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за белых. Белые играют БЦ3. Черные бьют. Затем играют ЕД2. Черные бьют. И играют ЦД4. Поймали дамку черных. Ну и выясняется, что черным просто некуда ходить. То есть им надо отходить на поле Е3. Иначе белые выигрывают. Но здесь получается очень красивая цепочка. Так называемый прием. То есть видите, черным мешает своя же собственная шашка на Б6. Если бы ее не было, то черные достигли бы ничьей. А здесь выигрывают белые. Друзья, давайте воевать только на шахматной доске. До свидания. Увидимся на шашечных баталиях. Затем. Продолжение следует.